О целом выводке новых кроссоверов, заготовленных маркой Volkswagen для шанхайского автосалона, мы уже рассказывали. Но главным героем стенда стал электрический концепт-кар ID.Rooms, и ему стоит посвятить отдельный рассказ. Будущий глобальный кроссовер построен, разумеется, на модульной платформе MEB, которая послужит основой для широкого семейства электрокаров не только от самого Volkswagen, но также Audi, Seato, Skoda и других марок. Машина станет серийной уже через два года. Первым делом модель выйдет на рынок Китая, но далее везде. Китай уже сейчас вносит существенный вклад в лидирующие мировые технологии мобильности. Более того, Китай — единственная крупная экономика в мире, где принят четкий план — превратить электромобили в новый стандарт. Известно, что в длину ID.Rooms вымахал до 5 метров, что делает его соразмерным с паркетником Terramont. Два электродвигателя на обеих осях выдают 306 лошадиных сил, а ускорение с места до 100 км в час занимает 6,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км в час. Несмотря на внушительные размеры, к концепту установили не самую крупную литиево-ионную батарею из возможных. Емкость 82 кВт-часа. Этого хватает на расчетный пробег в 450 км по циклу WLTP. Восполнить 80% запаса энергии можно за час с помощью быстрой колонки мощностью 150 кВт. ID.Rooms обладает автопилотом четвертого уровня, который назван ID.Pilot. Это значит, что вмешиваться в езду водитель не обязан. Разработчики интерьера сообщают, что сидения обиты новым материалом Apple Skin из возобновляемого сырья, а дверные панели украшены специально обработанным деревянным шпоном ID.Lite. Если все пойдет по плану, то уже через три года группа Volkswagen предложит 27 электрических моделей только на платформе MEB, а выпускать их будут заводы в Германии, Китае и США.